Добрый день! Сегодня я еще раз, в очередной раз, третий раз, продолжу разговор про блокчейн. Поскольку я сейчас занимаюсь этой проблемой практически, не на уровне, конечно, программирования, есть программисты, но занимаюсь именно на уровне, скажем так, аналитика, в какой-то степени футуролога, в какой-то степени философа. Значит, напомню всем еще раз, как коротко вообще, что такое блокчейн? Антон, ты знаешь, что такое блокчейн? Да, я посмотрел вашу эту видеозапись. А, ну хорошо, значит, коротко для всех. Это некая база данных, то есть это нечто, в чем что-то хранится. Электронный реестр какой-то. Значит, чем отличается от обычных баз данных? Всех хранится, да. Значит, два принципиальных отличия, которые позволяют его использовать иначе, чем обычные базы данных. Первое принципиальное отличие – это криптозащищенность. То есть, если мы что-то записали в блокчейн, то вырубить оттуда это, изъять это оттуда, изменить очень сложно. И поддерживается вот эта криптозащищенность еще распределенностью. То есть, если у нас в сети, то есть блокчейн образует собой одноранговую сеть, пилинговую сеть, в которой есть несколько тысяч, десятков тысяч или сотни узлов. И каждый узел хранит всю базу данных, весь блокчейн. То есть, во-первых, нельзя изменить что-то, что хранится. Но даже если ты этого захочешь, то изменишь что-то у себя. Для того, чтобы изменить полную базу данных блокчейна, которая распределена по всей пилинговой сети, нужно изменить во всех узлах. Ну, либо, по крайней мере, в 50% и плюс один узел. То есть, криптозащита рассчитана. Сатоши Накамото, когда вводил биткоин на блокчейне, он специально там формулу написал, рассчитал, что вот если будет взломано больше, чем 50% узлов, тогда возможно разрушить блокчейн. Если меньше, ну это практически невозможно. Ну, просто, видимо, смысл в том, что он всегда сохраняет ту информацию, которая на большинстве присутствует. То есть, если как бы на большинстве стало неправильно, то она принимается за правильно. То есть, возникают ошибки, вилки, когда, скажем, два узла начинают одновременно формировать блок и одновременно его записывают. У нас получается два блокчейна с разными блоками. Но для того, чтобы блокчейн был полностью подписан, он должен быть сохранен на всех узлах. Часть узлов пошло по одному блокчейну, часть по другому. Но это быстро выясняется, делается откат на этот блок, и все опять возвращаются, выясняется, какой блок был. Чисто иногда случайно, это по разным алгоритмам. Выбрасывается, заново идут транзакции в другой блок, и каждый раз восстанавливается. Вилки возникают, но они быстро подавляются. Все атаки на блокчейн биткоина были отбиты, блокчейн биткоина не тронут уже восемь лет. Восемь лет он существует, и все сбои, которые были с биткоинами, они связаны либо с обменом, либо с выводом, обменом валюты. То есть, не внутри биткоина, а снаружи. Все сбои какие-то. Значит, вот у нас есть некий инструмент, вот этот блокчейн, есть некая технология блокчейна. Можно делать на блокчейне биткоина, делать какие-то проекты. Есть, создают новые блокчейны. Один из популярнейших, известных, это эфириум, современный блокчейн, о котором буду еще упоминать. И сразу что приходит в голову, какие использования блокчейна. Значит, мы можем туда что-то поместить, что будет лежать вечно и что нельзя будет изменить. Ну что скажем, мы можем поместить туда реестр недвижимости. И всегда уже будет четко, мы можем поместить туда реестр авторских прав. Вот. Мы можем поместить туда документы какие-то, либо даже, скажем, сообщения какие-то обменные. Вот, кстати, в блокчейне биткоина предусмотрены какие-то сообщения. То есть предусмотрена возможность хранения чего-то отличного от монет, самих биткоинов. Вопрос такой, а вот если в случае криптовалют там происходит генерация денег каким-то специальным образом, да, то в случае, скажем, если мы реестр недвижимости разместили и вот где-то была, скажем, построена новая недвижимость. Ее нужно ввести. Ввести. То это будут определенные узлы, которые могут вбрасывать как бы новое содержание, да, и они будут каким-то образом выделены. Вот это, 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 я сейчас буду, вот эту тему как раз мы будем сейчас, вот именно эту конкретную тему и будем обсуждать. То есть что происходит с криптовалютами? Монеты криптовалют рождаются внутри биткоина по разным алгоритмам. Есть, скажем, такие криптовалюты, которые сразу целиком, вот сколько, миллион этих тубриков запускаются и работают. Биткоин. Нет эмиссии, что называется. Да. У биткоина есть постоянная эмиссия, она зафиксирована. Зафиксирована верхним пределом и сколько биткоинов может делаться, скажем, в единицу времени. И цена за производство биткоинов тоже фиксирована и она уменьшается через каждые промежутки времени. Вот недавно было 50 биткоинов за закрытый блок, было 25, сейчас 12,5 вот этим летом стало. То есть стоимость закрытия блока уменьшается. Майнеры зарабатывают, майнеры, которые закрывают блоки, зарабатывают все меньше, меньше и меньше. Они просто представляют какие-то мощности? Они представляют мощность. Для того, чтобы закрыть блок, нужно им обладать большими мощностями. То есть, скажем, чисто в биткоине вот это proof of work закрытие, что сейчас это извращено большими пулами, которые делают. А изначально было замысленно так, что каждый узел представляет свои мощности и как только появилась транзакция, они все их берут в блок и начинают рассчитывать криптозакрытие. Число, которое закроет этот блок. Кто первый его рассчитает, тот закрывает блок, посылает его в сеть и получает свое вознаграждение. И они все соревнуются. И поэтому была большая гонка за мощностями, выставлялись сотни, десятки видеоплат, а сейчас целые здоровенные фабрики работают. То есть практически сейчас закрыть блок одному человеку, есть возможность, но это такая маленькая вероятность, ты будешь крутить свой компьютер год и нулевая практически вероятность, что ты закроешь блок. Но мы сейчас не об этом, то есть мы сейчас вот здесь нам нужно зафиксировать только то, что блокчейн распределен, то есть он хранится обязательно на многих местах, которые доступны. Если где-то узел лег, ну и пусть с ним лег. Всегда информация доступна на других узлах. Это вот один принцип. И второй принцип, то что сохранность биткоинов внутри или чего-то там лежит, что сохранено в блокчейне, обеспечивается только тем, когда они там же порождаются, только внутри их. То есть как-то ты их вывел, там те крадут и все что угодно сделают. То есть на каких-то шлюзах, которые выводятся, ты пытаешься обменять, там может все что угодно. И применение, значит, сразу возникает. А давайте мы туда в биткоин засунем чего-то и оно будет там храниться. Ну, допустим, мы запишем, вот я приводил пример, запишем все данные об окончаниях вузов всех. И после этого уже диплом тебе не нужен. Ты каждый раз идешь, вот биткоин, окончание вузов. И там видно, вот Болдачев в таком-то году окончил такой-то вуз и мне уже не нужно диплом показывать, я пришел на работу, человек набрал Болдачев, посмотрел все. О том, реестр недвижимости. Сейчас дети-чайки пропали из реестра полностью. Сначала они были под какими-то аббревиатурами, сейчас эти аббревиатуры пропали. В биткоине, в блокчейне это невозможно. Если туда занесли, что вот этому принадлежит, вот эта недвижимость, то она всегда там есть. Ну вот. Ну в общем случае, если там дальше какие-то транзакции были, да, эта недвижимость была передана кому-то другому по сделке, все равно можно будет. Все равно это всегда, это можно фиксировать. Да, вопрос на тонну про узлы. Вот. Тонн новых мощностей. Вот. Значит, очень хороший, да, и в самом биткоине, еще в блокчейне, со самым, что на кому-то, было внесено возможность проводить какие-то операции прямо в блокчейне. То есть, минимальные такие, так называемые, умные контракты, смарт-контракты, что ты можешь какие-то операции запрограммировать. То есть, что в понедельник, если не произойдет, если Иванов не перечислит Сидорову и 10 биткоинов, то эти биткоины должны быть перечислены мне там. Ты можешь запрограммировать какую-то. И вот сейчас одно из применений обсуждается блокчейна, это хранение авторских прав на музыку и распределение вознаграждений. То есть, казалось бы, сейчас как? Есть база данных, одна авторских прав на музыку, вторая база данных авторских прав на музыку. И если где-то чья-то музыка исполняется, исполнители перечисляют владельцу базы, по базе смотрится, кто агент или агентство какое-то, отсылается в агентство. А агентство уже к там рассылает в зависимости от вложения, кто композитор, кто ранжировщик, кто автор текста. То есть, если мы берем новое произведение музыкальное, записываем его в блокчейн, автор музыки 50%, автор текста 30%, 20% аранжировка. Иванов, Сидоров, Петров. В следующий раз, как только исполняется эта музыка, переводятся деньги владельцу этого блокчейна. И он запускает его в блокчейн, а там умный контракт, который сам рассылает. Все, агентства не нужны. То есть, что делает блокчейн? Он убирает посредников. Тот же самое замерение документов нотариуса. Что такое нотариус? Это посредник, который должен поставить печать, сравнить документы и все. Если, допустим, ты хочешь доказать, что твое произведение существовало на данный момент, в веститутворение, твоя мелодия, ты идешь к нотариусу, он тебе ставит штампик, все ты доказал. Допустим, мы создаем блокчейн, туда закладывается блокчейн, и всегда уже будет понятно, что там будет лежать твое произведение на такой-то момент времени. Что сделал кардинальный шаг Виталик Утурин, значит, с эфириумом? Он туда вложил нормальные программные средства для умных контрактов. То есть, полноценное программное обеспечение, которое лежит внутри. И если мы пишем некие сделки, описываем на этом программном обеспечении, то есть, на умном контракте этой программы, то она автоматически там выполняется. Ничего делать не нужно. То есть, по сути, вот смарт-контракт, умный контракт. Мы заключили сделку о продаже кого-то с кем-то, да. И после стечения каких-то обстоятельств, мы чем, скажем, лучше всего это работает, если обмен идет электронными какими-то активами, которые там же. Потому что если вне, то нужно все равно подтверждать как-то. И кто должен подтвердить, кто доверен, кто не доверен. Это проблема, каждый раз. Поэтому смарт-контракт хорошо работает тогда, когда все данные для смарт-контракта находятся в самом блокчейне. А электронная подпись там как-то ненадежна или что? Нет, электронная подпись подтверждает только ты, что с этим согласен. Ну, ты можешь подписать также акт выполненных работ. Да, ты можешь наврать запросто. Нет, ну как, подписал, и не пошли. Внешне, то есть, ну, а как проверить? Ты это или нет? Да, я это или не та, я это или не я, и была выполнена работа или не выполнена работа, если она была в офлайн. Значит, что у нас получается с блокчейном? Какая проблема основная? То есть, сейчас она еще не озвучена, так вот, ну, не в прессе, в смысле, в статьях, везде. Но основная проблема в том, что вся достоверность блокчейна, достоверность информации, она имеет смысл только внутри блокчейна. И надежность блокчейна биткоина обусловлена только тем, что биткоины порождались там, там же обменивались и там же существовали. Вот. Но если мы что-то вводим в блокчейн, то этот ввод, он не обеспечен никакой гарантии, ничем. Вот даже если мы говорим о недвижимости, если я сам владею этим блокчейном и просто в чего-то там впишу, и оно попадет туда, и там оно сохранится. Поэтому нужно иметь специальный механизм, то есть, скажем, государственный хотя бы, государственный механизм, где будет сидеть государственный чиновник, который будет пользоваться государственными законами, юридически, поставить печать, подпись. То есть, достоверность. И главное, и тут возникнет проблема безопасности. Да. Потому что взломать один компьютер одного начальника, ну, так сказать, один узел, это не такая проблема, как... Проблема ошибок, как же это справляется. Да, когда ошибок, то есть, как я, например, да, и на выходе, то есть, когда что-то выводится из блокчейна, то есть, скажем, я получаю бумажную справку, что там есть авторские права, что у этого есть какая-то недвижимость. Но эту справку тут же можно подделать при выводе. Тоже, то есть, как... А здесь только на вводе. Вот, как только мы выходим из блокчейна, теряем достоверность. Нет, ее же можно проверить всякий раз. Ну, можно все-таки проверить, да. Да, но, нет, когда я пошел показывать куда-то, ну, нужно обязательно возвращаться. Ну, да, но на входе, на входе обязательно могут возникать ошибки. И я придумал такую вот аналогию, что современное положение, когда у нас множество блокчейнов, и каждый занимается один авторскими правами на музыку, другой на недвижимость, третий занимается, скажем, реестр граждан, вот. Вот, это как интернет, где в каждой стране или в каждой области свой TSP-IP протокол. Разные протоколы. И мало того, что... Вот представь, как вот рельсы переставляли из Советского Союза в Европу. Мало того, что нужно переконвертировать, переставить на рельсы. Но система встроена еще так, что должен, обязан распечатать этот текст, потом набрать заново и запустить в другую сеть. Вот здесь возникают ошибки. То есть блокчейны, если они только сочетаются друг в друга... Как просто скопировать, да? Нет, ну, скажем так, можно. Это утрированное. Но, скажем так, допустим, ситуация такая, что... Ну, в любом случае, при выводе возникает вероятность ошибок. Ну, понятно. Одна ошибка, это, по-настоящему, другая хэш-сумма. Да, да, да. То есть, нет. Когда внутри одного блокчейна ошибка и хэш-сумма, там невозможно. Да, там невозможно. И паспортных данных, и блокчейн ретро недвижимость. Не движется. Их надо... Один должен передать в другой, да? И вот тут между ними кто-то вклинивается. И поэтому сейчас вот те, кто занимается блокчейном, приходят к выводу такому. Ну, по крайней мере, вот там, где я работаю. Что блокчейн может быть только единым. То есть, любое обращение. Или, скажем, возможность падения того блокчейна, которого... Я хочу к нему обратиться, забрать какие-то данные, а он лежит. Да. Вот. То есть, если мой единый блокчейн лег узел, ничего не значит. Пять узлов угло, ничего не значит. То есть, пока только внутри одного блокчейна идет общение какое-то, идут транзакции, умный контракт работает внутри блокчейна, тогда он обеспечивает максимальную достоверность. То есть, у блокчейна, который должен прийти на смену, скажем, старым IT-технологиям, сейчас я поговорю тоже о старых IT-технологиях, чем они плохи, должно быть условие. То есть, максимальная достоверность имеет информацию внутри, порожденная им. Вот что порождено в ним, то максимально достоверно. Эта достоверность является достоверностью только внутри него. То есть, как только она выведена из него, она теряет достоверность. Можно проверить, но тоже. И должен быть максимально прозрачный, максимально надежный, защищенный как угодно способ введения информации. Вот, кстати, можно вопрос вернуться к криптовалютам? Да. Как их покупают? Как можно купить биткоин? И нельзя ли как бы на этом этапе, собственно, обвалить систему? Нельзя. Обвалить нельзя? Купив все. Нет, нельзя. Купить все, но у тебя просто средств не хватит, чтобы купить. Так нет, нельзя ли как бы биткоин же, вот эта же блокчейн-система не проверяет наличие реальных денег, которые ты переводишь, понимаете? Проверять шлюз, шлюз, который делает обмен, он проверяет. Ну вот как бы получается, вот тонкое место, достаточно взломать шлюз, нет? Нет, 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 нет. Дело в том, что, что делает шлюз, когда? Есть кошелек, на котором есть биткоины. Я захожу, привожу, завожу свой кошелек. Я уже внутри. Да, завели. Я договариваюсь, что вот этот кошелек переведет мне деньги, но договариваюсь через внешнюю сторону. То есть я плачу, он получит доллары, я получу биткоины. То есть эта система, она может обмануть, но внутри ничего не нарушится. Когда у меня украдут доллары снаружи, и мне не перейдут биткоины, это никак не касается того, что внутри нет. Если как бы у кого-то очень-очень много биткоина, и вы на вход его блокчейна подали информацию, что доллары пришли. Вот там обманули систему. Нет, не обманули систему. Биткоины остались внутри все равно. Нет, ну почему? Если ему придет информация о том, что доллары поступили, биткоины перейдут к вам в кошелек. Внутри биткоина. Да, но они будут уже ваши? Да. Все. Все, да, будет. А защиты никакой нету. Так нет. Это не взломы. Но ты можешь так же запреть паспорт. Нет, это не взломы. Это не нарушит работу биткоина, никак. Это будет обман человека. То, что кто-то перепишет свое, допустим, чужое имущество на себя, это тоже не нарушит работу базы данных и имущества. Это как бы будет вот эту проблему у человека. Это не взлом. Так это тоже не взлом. Нет. То есть взломать, что значит взломать биткоин? Нарушит работу его. Он не нарушит эту работу. Нет, нет. Дело же не в этом. Дело в том, что ему нужно было доверять. Понимаете? То есть обрушить систему в целом нельзя. А если как бы подать один нужный сигнал? Здесь доверие идет обменному пункту, а не блокчейну, а биткоину доверие. Нет. А как раз вот есть тот выход. То есть если бы... Отвечал за биткоин и продать какую-то штуку... Нет, но здесь точно так же. Если будет какой-то узел, чиновник, который способен вносить не новые данные в регистр вот этих вот... Не движется в то вопрос, доверие будет именно к нему. Только к нему. А если известный российский, там, пяти-ли-семилетний и давности-то штуки, сидела тетка какая-то в министерстве образования, которая вписывала за деньги как победителей всероссийских олимпиад. Ну ладно, давайте поедем дальше. Значит, мы остановились на том, вот на этих основных принципах, что максимально достоверность порожденной информации внутри блокчейна, что она достоверна только там внутри, и для того, чтобы все это еще работало, а ведь все равно нужно внести что-то. Ну вот эти сигналы приходят, видите, выясняют от всех обменников. Нет, я же говорю не про бибиткоины, я говорю про блокчейн, который используется для управления там чем-то. Вот, что туда ввести нужно какую-то информацию. И для того, чтобы... То есть, что у нас сейчас максимально достоверно в мире? Только государство, государственная система. Она тоже недостоверна, но это все-таки не Пупкин вот вводит. Вот, и, скажем, государство, если оно переходит на блокчейн в какой-то области или в что-то, она... Улыбался, Игорь. Ну я по простому оходу тоже могу. Да, 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 да. Вот, значит, и допустим теперь, что мы установили, что это должен в одном блокчейне. Что в нем должно быть? Что в нем должно быть, чтобы получился эффективный тот же смарт-контракт? Тот же смарт-контракт, который должен работать. Значит, что должно быть? Реестр граждан должен быть в этом же блокчейне, да? Реестр недвижимости или товаров должен быть в этом же блокчейне, да? Значит, сами смарт-контракты должны быть в этом же блокчейне. И тогда они составляются так, что ID Петрова, ID товара такого-то, и плюс еще сама валюта должна быть. Обращение валютное, ну не валютное, а деньги, денежное обращение должно быть внутри этого блокчейна. Лучше, чтобы мы там тоже внутри были, да? Да, да, да. Нет, получится наоборот. Будет матрица наоборот, вывернутая. Сейчас вот я покажу, как, да. И плюс еще, еще плюс к смарт-контрактам, это я придумал слово на днях, и я писал его, что должны быть еще смарт-законы. Что такое смарт-закон? Это, который берет некоторые элементы из этого пространства, саб-пространства, саб-спейс, вот этого, которого блокчейна, и указывает их ограничения на их отношения. Ну, Ваня, вот за таким-то ID, допустим, депутата, не может быть имущество больше, чем за такой сон. Ну, это не закон, закон, скажем, брачные законы, да? То есть там записано, не больше 18 лет, значит, не родственник, не имеющий брачных отношений на данный момент. Вот, я подаю заявление... Буританин не будет, не меньше 18 лет. Нет, в каждой стране будет по-разному прописано. Где будет прописано множество жены, где-то одна, да? То есть, и... То есть, был и один же у нас. Что? Система-то одна, как по каждому разному. А, скажем так. Нет, дело в том, что... Вообще, это один для всех. Не могут быть законные расходы. Может быть, могут быть... Нет, нет, я объясняю. Ну, по классу. БУЛАД, нет, дело в том, что вы... Нет, БУЛАД, у вашего государства прописано, что если человек принадлежит к России, то он действует по этому закону. Если человек... Там, кстати, будет условие такое. Одно из первых условий. Два гражданина России только. Если граждане разные, то отдельный будет закон, который будет нужен международными. Или особыми законами внутри страны. А потом случается Крым. Да. Должны еще законы для законов. Да, еще должны быть законы для законов. То есть, скажем, конституция некоторая. Есть в стране, а еще законы для законов, которые чисто логические, которые не позволяют народу нарушать. То есть, по сути, перевести современные технологии программирования закон внутрь системы блокчейна, это задачка для пятого класса программирования, по сути. Но нам нужно особый язык, конечно, создать. Это все не так. Но получается так, что... Столько терминов, которые требуют толкования, и юристы как бы на этом же поставили. Нет, 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 это контракт. Ну, просто контракт на правду. Нет, дело в том, что туда попадут только законы, которые однозначны. Реализуемые. Да, реализуемые. То есть, мы получаем так, что все максимально рационально. Ну, скажем, у нас есть налоговый кодекс. Что он подразумевает? В нем описано. Тип сделок, тип налогов. Тип налогообложения. Налогобложения. После этого, если в контракте участвует такое-то предприятие, такое-то предприятие, производит такую-то сделку, они даже не знают. Ну, в смысле, как? Они ничего не делают. Автоматически исчисляются налоги. Да, мечта просто такая. Поэтому мы говорим, что получили это, а не интернет. Это он погубит. Конечно, интернет. Вот. И получается так, что действительно, вся рациональная часть, которую мы можем рационализировать, она туда опускается, в этот, в осадок электронный, в цифровой осадок туда опускается, а снаружи остаются человеческие отношения, которые можно регулировать. А все туда формальные все вещи переносят. Только наши человеческие отношения состоят из многих формальных вещей. Только так. Ну, скажем так. Заговоры и прочее. То, что можно вести. То есть, если мы захотим, вот, скажем, контракты, смарт-контракты могут быть фиксированы, жестко фиксированы для каких-то сделок, которые вот постоянно происходят. Сделка купли-продажи в супермаркете, она стандартный смарт-контракт. Он отрабатывается там миллион раз. Вот. Потом, значит, есть настраиваемые контракты, которые вот мы пришли вдвоем и настроили свой контракт, но он тоже ограничен законами. То есть, мы не можем ввести туда никакую сделку, которая нет в законе или нарушает чьи-то права. Как легко будет нанять этого убийцу, да, наемного? Не нельзя. Ну, так. А под этим действием сделать действие? Под этим сделать действие, там, внешний контракт, что это означает? Вот. И все. И никто никого не знает. И будут свободно вводимые контракты, смарт-контракты. Теперь, значит, задаем следующий вопрос. Вы представляете, какой объем информации? Ребят, ребят, давайте все-таки время. А тебе нового не дадут. Ты придешь в универсант, ты не сможешь ничего купить, потому что без этого ID не будет. А кто? А регистрируйте только один? Вот. Там есть ограничения, то есть не обязательно. То есть, вот. Теперь, смотрите, воровать, действительно, будет нечего. Невозможно. Ну, денег не будет. Нет, дело в том, что для того, чтобы своровать, ты должен это использовать вне. То есть, когда ты воруешь... Ну, товары-то можно своровать? А как его-то не внесешь туда? Нет, ну как? А как он своровал? А как он своровал? Утюб, так сказать, и молоток? Нет, нет, ну ты сворал, конечно, вещь, которую... А глобально воровать, вот... Будет тогда воровать, будут аккаунты. Вот и все. Это не так просто воровать. Ну как, ты берешь утюг и молоток, приходишь... Ну, и тоже не всегда так сложно. То есть, защита скорее... Дело в том, что... Там же не можно, невозможно поменять отчетки пальцев, фотографии... Пальцы, нормально, да можно. Нет, можно. Естественно, то есть... Нет, если уже как бы за человеком определенным аккаунт закреплен с его данными... Там, ну, оба... Дело в том, что если будет повсеместно, то любой человек будет иметь аккаунт. Ты приходишь к богатому человеку, у него какой-то аккаунт есть, даже если ты его не знаешь. Ты просто по факту, что он богатый, приходишь, и вот... Ну, опять же, забираешь аккаунт. Нет, ну, есть, есть ты. Ну, что забираешь? Ну, скажем, нужно пароль, не всегда пароль. Пароль. Ты приходишь, как бы, в этот супермаркет, ты же не пароль говоришь. Тебя скалируют и говорят, это не ты, пошел вон. Да, ребят, давайте все-таки... У тебя по-прежнему ноль. Извинения. Ты заказал, надо будет. То есть, пароль не всегда, да, спасает. Ты можешь, конечно, его заставить. То есть, есть проблемы, есть проблемы. Давайте дальше все-таки продолжим. Значит, какие у нас проблемы? Вот, в прошлый раз рассказывал, и было много нареканий по поводу объема данных. Катастрофические объемы данных. Да, действительно. И скорость нужна тоже катастрофическая. То есть, посчитано, что где-то до миллиона транзакций в секунду для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование. И хранить, то есть, действительно, нужно дата-центры большие. То есть, узлы, вот простые компьютеры. Чем еще плохо тот же эфириум и другие блокчейны несуществующие, скажем, всех валют. Блокчейн, его производительность, его мощность, эффективность равна эффективности мощности наименьшего узла. То есть, для этого, чтобы обеспечить глобальный блокчейн, нужно иметь узлы, по крайней мере, равноценные, и по мощности, равной большим дата-центрамам. Главное, что их надо много, потому что, если будет три узла, то все, как бы, вся идея блокчейна. Вот, теперь, да, учитывая то, что у нас экономика все-таки сейчас уже мировая, и мировые сделки должны быть обеспечены, то это должен быть едино-международный. И тогда решение напрашивается само собой, что узлом является страна, государство. 200 узлов напрашивается. Потому что, во-первых, этот блокчейн, вот этот глобальный единый блокчейн, прежде всего решает... Эйнштейн, мне кажется, будет против. Нет, 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 нет. Все его территория займет 100%. Знаете, как народ нас заведет? Они обереждаются, что все хорошо, что как бы... Их вообще исправились. Невозможно, невозможно. 51 класса. Невозможно. Никого... 51 стран никогда не договорятся. 100 стран никогда не договорятся. Да, 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 да. Давай, да, давайте все-таки буду заговорить. Значит, вывод напрашивается. То есть, если страна, или, скажем, несколько стран, не могут поддерживать, каждый поддерживает свой узел, они могут, как бы, скинуться на один. Скажем, страны Балтии поддерживают один. И доход с него распределяют... Сразу видно, где у нас не до страны, вы это хотите сказать? Да нет, ну почему? До страны, не до страны. То есть, для того, чтобы решить эту проблему глобальную, значит, нужно, чтобы, во-первых, страны были равными. У тебя 100 тысяч населения, 100 миллионов населения, ты имеешь одинаковое право по закрытию блока. Ну, просто стран всего, сколько у нас там? 200. Это же достаточно? Достаточно, посчитано. Посчитано, что в зависимости... Там есть разные технологии закрытия блока, то есть подтверждения. Вот. И если они все будут по очереди подтверждать, еще неизвестно, какая, в какое время там, вот, то это достаточно будет, чтобы предотвратить атаку. Потому что 200 уже достаточно. Даже достаточно считать, что 10. Уже будет на 10 работать. Но это плохо. Если рухнет половина, то уже плохо. Но если рухнет... И воины будут вестись не за обладание территории, а за обладание узлом, да? Дата-центром. Вот. Значит, плюс, скажем, для того, чтобы со стороны перебить, нужно иметь такой же дата-центр, и не один, а 50 или там 100 дата-центров таких. Ну, там, Америка построила еще 200. Тайных дата-центров. А потом подменила, тебе отключила, а свои включила. И все, и подменила очередной конкурс. Вот. А потом отключила. То есть, что у нас теперь получается с экономикой? Вы говорите, что сосчитано, что миллион транзакций в секунду, да? Да. Это, в смысле, исходя из каких предположений? Самых плохих. Самых, грубо, желающих. Я не буду. Там сосчитано, сколько населения планеты, и сколько в день в среднем может быть сделана транзакция одним человеком. Вот. И посчитано, что приблизительно, если будет миллион транзакций в секунду, то этого может хватить. Ну, порядок просто. Может быть, там полтора миллиона, может, пятьсот тысяч хватит. Ну, миллион транзакций в секунду. Что не обеспечивает? Кстати, вот в чем проблема биткоина? То есть, они обеспечатывают несколько транзакций в секунду только. Несколько. То есть, очень мало. А тут даже, может быть, и десять минут можно ждать, пока твоя транзакция пройдет. Это не... Поэтому он неприменим. Метод подтверждения. Ну, нет. Дело в том, что ребенок родился... А когда ты не забываешь, ваше время. Ребенок родился – это ерунда. А когда ты на кассе стоишь и покупаешь бананы, ты здесь можно ждать не будешь. Это важно, сколько в апустыре родился. Не, ну, на самом деле, может быть, как бы... Может быть, это может... Ты можешь не ждать. Почему? Как бы... Нет, дата есть. А что-то записывается позже. По поводу ребенка – неважно. Нет, просто ты прошел, как бы... А он стоит в очереди. Да, да. А другие, например... А, вот. Но он на торговле на бирже? Да, да. Ватен. Ты раз его, три минуты, а другой уже... Нет, нет, нет. Есть... Вот ты когда ты подал... Не когда он записан важно, а когда ты подал. Но торговля на бирже... Тоже важно, когда было записано. Ватен. Ну, ладно. Эти проблемы действительно... Еще вопрос вот этот тоже. Вы сказали количество стран. 200 стран. Ну, 200, там 192. Нет, ну и что, а почему 200 стран? Нельзя же действительно сравнивать страну Лихтенштейна и страну Китая. Можно, можно. Они должны иметь одинаковые права. Иначе стран... А как? Что мы должны им предоставить? Это технология блокчейна. Что у всех полный блокчейн. И каждый имеет право закрыть блок. Каждый. Если мы им предоставим хоть какой-нибудь стране преимущество, то это... Никакие страны это не пойдут. Преимущество – это же вопрос такой, что... Ну как у страны? А? Это требование технологии. Да, если совершенно невозможно будет заплатить не какой-то Крым. Ему хопа, заблокировали. Да. Все работают. Нет, дело в том, что Крым нельзя будет заплатировать просто потому, что вся недвижимость и все граждане записаны в реестре там. Ну, украиня. Ты просто не сможешь ничего сделать, переписать. Это просто не разговаривали блокчейн. Да. Значит... То следствие является, что не взлетит эта вся система. Потому что сейчас... Кому никому не надо. Да, 30-40 государств существует непризонтель. Вот. Ну, как-то будет решаться. То есть, во-первых, конечно... А, я вот так еще до вашего объяснения не могу. Что? Страшно. А какая разница? И люди не равны. И люди не равны. А, у всех, кто в биткоине, в блокчейне занимается майнингом, люди тоже не равны. Один умный, другой дурак. Ну, узел они поддерживают одинаково. Нельзя узел ставить... Нет, есть способы подтверждения транзакций именно за неравенство. У кого больше денег, тот имеет право закрывать блоки. Есть такие способы. Но для стран это не годится. Нет, допустим, это... Вот как в ООН. Смотрите, как в ООН. Страна не зависит... Количество голосов в ООН не зависит от величины страны. Поэтому очень простое. Возьми эту оккупацию. Раньше ты приезжал туда, ставил свой гарнизон. Потом ты приезжал туда, рензон свой не ставил, но вводил на свою валюту. А теперь третий. Ты распространяешь свой блокчейн на них. Давайте поговорим об экономике и о IT-проблемах. Вот, скажем, давно стоит проблема моделирования экономических отношений. То есть вот есть какие-то отношения, мы что-то подписываем, контракт и все. И мы говорим, мы сейчас создадим модель этой деятельности экономической. И что мы от нее требуем? От этой деятельности. От этой IT-модели. Ну, типа мы на вход подали аналог, на вход сделки какой-то деятельности. А на выходе получили какой-то результат. И мы промоделируем. Вот так эта сделка должна пройти. Никогда такого не получается. Просто потому, что в этих сделках участвуют в этой деятельности люди. И замоделировать это невозможно. Вот, тогда пошли более простым путем. А давайте мы просто каркас сделаем этих сделок. Скелет некий, да? И будем по нему следовать. Мы первую часть сделки сделаем, вторую. Делают люди. Но эта модель максимум, на что способна зафиксировать, отобразить в базе данных наша деятельность, да? И напомнить, что вот сейчас ты должен подписать, потом подсказать письмо. То есть вот это есть IT-модель сделки. Вот. И самое главное, что она работает всегда по стериоре сейчас. Мы договаривались с человеком. Мы уже договорились, а потом он пошел к себе в базу данных внес. Вот. А тот пошел к себе в базу данных. А тот подтвердил, допустим, то, что тот внес. Нет. А они вообще к себе каждый вносят. Продавец и покупатель, у них разные базы данных. Сейчас. Ну, понятно. Да. Ну, допустим, мы решили эту проблему. В облаке расположили одну сделку, да. Вот. И теперь даже, допустим, мы решили проблему, что они договариваются между собой как бы по телефону. Мы сделали так, что один послал заявку на покупку, другой послал заявку на продажу. Ну, сама система в облаке их выбрала, соединила, ушла их к особенностям, составила контракт и выполнила. Ну, вообще, как бы, на самом деле, сейчас уже давно идут электронные аукционы. То есть, есть торговая площадка. Это аукционы, да. Вот. Есть, как бы, там, условия. Да. Это аукционы. Это числа для торговли оптовые такие. Но если... Ну, вот, в любая элементарная закупка государственная, там даже вплоть до... Я имею в виду деятельность какого-то завода, который заключает контракт на какие-то работы, там, может, без аукциона быть. Ну, ладно, с аукционом теперь, да. Ну, теперь с аукционом важно, что они не встречаются, не говорят о телефонах. А теперь вот уже есть система, которая сама может заключить. Вот. Но на вход человек находится снаружи, и подлоги. Мы не знаем, есть ли у него это, нет. Ну, то он на свой риск. То есть, он не заинтересован обманывать, но может обмануть. Значит, нам нужно теперь вот эту всю систему вот так свернуть и все отдать внутрь. То есть, чтобы и человек, который чем-то торгует, был там. Что он покупал там. Вот чем он торгует, чтобы было понятно. Ну, скажем, чтобы уже не Иванов на входе поступал с предложением, а поступала ID, такой-то продавец, у которого уже точно мы знаем, что есть или будет по следующему контракту то, что он будет продавать. А, подождите, ну, как реально-то бизнес строится? Мы, допустим, не покупаем что-то, пока не заключили контракт на продажу. То есть, вот скажем, ну, мы не будем покупать у фабрики микроскоп, пока мы не заключили контракт с конечным заказчиком, что он ему нужен, и мы его ему продадим. Понимаете? Иметь на складе – это только вот для опыта. Понятно. То есть, в любом случае… А услуги, которые 80% рынка, услуги, что мы тоже имеем на счету? Нет? Ну, скажем так, все туда не запихнешь. Но, в любом случае, то есть, огромное количество вещей, которые будут функционироваться там внутри, между собой, а мы будем только внешне. То есть, это некий замкнутый такой пространство. Проблема-то состоит в том, что если надо будет… Мы сейчас изначально что-то внесем, а потом как бы в процессе деятельности поймем, что еще надо вести. А как можно будет изменить, если у нас постоянно… Нет, дело в том, что… Нет, 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 нет. Вопрос в том, что смарт-контракт… Если умно составлен смарт-контракт, и он подразумевает это, мы заносим, что данные могут быть в следующем изменены. Но они не изменяются те, а заносятся новые. Ну, новые данные. Новые данные. Те, те… Да, 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 те игнорируются. То есть, блокчейн устроен так же, что… Может быть, что противоречия возникнут? Противоречия не должны возникнуть. Ну, как? Ну, вот так устроено. Значит… Что если мы что-то внесем дополнительное, может возникнуть, что предыдущее было противоречивым. Хотя, когда оно не было этого дополнения, это было не видно. Значит… А как раз обратная логика же. Значит, здесь сделка провалится. Нет, просто если все блокчейны тогда провалятся. Нет, нет, нет. Блокчейн как был, так и будет ничего. То есть, это недостаток смарт-контракта. Блокчейн здесь не затронут. Это тоже, естественно, и будет, поскольку мы же заранее все все же не спрогнозируешь, почему все программы постоянно обновляются. Потому что заранее все нельзя учесть. Какие-то ошибки всегда уже есть внутрь, корпорированная, любой системы. Блокчейн, как по себе, вот это все-таки база данных. Он только фиксирует. И мы обращаемся к тому, что там зафиксировано. Вы же говорите про смарт-контракт. А смарт-контракт… А он как бы не сработает, говорит Олег. Он просто не сработает. Он сработает, и все останется на своих местах. Блокчейн не овалится. Обновить, жизнь изменится. Нет, нет, нет. Обновить… Нет. Мы в жизни тоже ничего не обновляем. Вот представь, что вот как в жизни. Как не обновляем? Законы меняются. Нет, мы старые законы не обновляем. То, что было по старым… Закон не имеется обратной силы. Вот то, что там было, то и было. Мы новое строим по новым законам. То есть, поэтому нам менять старое ничего не нужно. Никогда. Мы в жизни вообще ничего старого не меняем. Нет, но если там какой-то закон наработает уже… Во-первых, прецедентное право, а во-вторых, есть на самом деле апелляция, допустим, про поводу… Кстати, а как быть с прецедентом право? Она уже как бы в ряде государств реально присутствует? То есть, был такой случай, значит, мы в дальнейшем будем решать так же. Вот Англия… Ну, скорее всего, будет смарт-закон, подразумевающий это. То есть, если в некотором случае при таких-то стечениях, событиях было вот такое-то, то это уже будет учитываться, но, наверное, не автоматом, все-таки, в отличие от закона нормального. Вот принятый закон нормальный, он работает автоматом. А прецедентное право, он не автоматом, а просто предлагает решение, на котором можно основываться. Суды, конечно, останутся внешние. Конечно, то есть, многое будет решено автоматом, но суды внешние, естественно, останутся. Но многие вещи, многие вещи в нашей жизни упростятся. Ну, скажем, выйти замуж, я-то нажал кнопку, она нажала кнопку, подписали своими ключами. Потом узнал, за кого пришла замуж-то. Нет, ну, может и так. Так ты и в жизни так можешь. Если ты захотел, а она пришла и смыла в жизни, как бывает. Я вас заявку послал, хочу жить с этой красивой девушкой. Ну, раз, уже мужик. Вот. То есть, нет, ну, в любом случае, по закону предположен месяц, пока можно отказать. Развод тоже подали оба, ждут месяц. После такого месяца брат расстолгается. Если кто-то не отменил, ну, чтобы не учесть, ах, поссорились, пошли, ключи ввели, все, развод. Ну, на следующий день пришли, отменили. Вот. Недурология. Ну, футер, нет, ну, ну, ну. Да, а, вот я хотел поговорить о проблеме, которая возникла в прошлый раз, о морально-этических и прочих проблемах, которые старший брат, и все следить. Но я как-то не очень понимаю, потому что волноваться нужно тем, кто хочет своровать. Волноваться нужно тем, кто не хочет платить налоги. Волноваться нужно тем, кто хочет надурить кого-то. А, кто платит налоги, есть ли ты? Так, я же вам показал, субъект только тем и отличается, что он умеет врать. Да, да, да. Вот он больше ничего не умеет. Вот речи вещей, вещи никогда не врут. Да, и вот здесь вообще очень сложно. И тот же вариант со свадьбой женитьбы. Хотят, вот это ситуация, а здесь нет, ну, это не отменяется. А здесь, что игровая с Мизулиной, за компанией, могут принять такой закон, а блокчейн заставит его выполнять людей. Ну, значит, во-первых, так. Конечно, прием закона, так же, как и сейчас, от требуемым к конституции голосованием. Они вставляют свои ключи, все, кто должны вставить ключи, и они подписывают. И уже и вставили, да. Да, и они приняли. По словам, он не работает, понимаете? Вот. В данном случае работа блокчейна от работы нынешнего закона ничем не отличается. Отличается, потому что... Я поясню. Он не будет исполняться. Вернее, он тут же будет отменен, если он начнет исполняться, и там начнется бардак. Не в блокчейне бардак, а снаружи начнется бардак. Если вдруг, вот они ввели... Вот сейчас они ввели закон, что все должны в такой-то срок построить дата-центры и хранить данные. Если этого не происходит, то такой-то происходит штраф. Вот. Они ввели свои ключи. На следующий день пришли, считали, там, через месяц, через полгода всем дата-центрам или, там, всем провайдерам. Провайдеры выплатили деньги, наша система пала. Да, на эпоха. Ну, не знаю, вот не будет им похрен, если все потеряют свои ВКонтакты, Фейсбуки, Ютубы и все прочее в один день. Не, просто, Александр, во всем этом витает, как бы, понимаете, некая идея разумности, что, вообще говоря, все будет разумно, законы будут разумные, вообще-то, контракты будут разумные, что люди туда будут, там, все разумные. А вот, если действительно безумное правительство, безумные законы, все безумное. Безумные законы платят налоги, потому что считают, что налоги несправедливые. Да, да, да. Значит... Безумный диктатор... Значит... Толгого дня, который создался ключей, допустим, скажем так, как сказать... Какой-то степени эта система не сползает от безумия, естественно. Как и любая, любая система вообще не спасает. Вот. Но она прихватит нас уже по самому, понимаете. Сейчас мы можем безумия спрятаться, уехать в лес, там, отказаться исполнять законы, там, хитрый. Нет, пожалуйста, можешь уехать в лес. Жить в своем каком-то мельке, там, не платить налоги и прочее. А там же нельзя ничего будет делать. Каждым дире будет, этот, блокчейн. Ну, понимаешь, если бы касательно вот нашей страны... Если бы разговаривать. То определяться невозможно. Сопротивляться будет сама система, потому что если сейчас при нынешних законах она может функционировать при таком уровне коррупции, при таком уровне воровства, и она только и может так функционировать, да, то она не сможет функционировать при воровстве, при системе смарт-контрактов и смарт-законов. Просто этого невозможно будет. То есть это будет прозрачно, вот все сделки прозрачно. Ну, прозрачно-прозрачно, но она, может, такое тебе изумленное с серовой. Она не появится там. Нет, вопрос такой, а как бы, а разве, допустим, вот сейчас у биткоина есть у вас лично возможность посмотреть, сколько биткоинов на счету у кого-то другого? Я могу посмотреть все кошельки, но не знаю, чьи они. Ну, и вот, скажем, вот ситуация. Можно сказать, огромный кошелек. У кого-то есть большой кошелек, да, где невероятные деньги. А я не знаю, кто это. Вот, и вы будете точно так же не знать. Нет, вы не сможете сказать, что... Не знаю. Ну, так вот, я и говорю вам, точно так же будет ситуация, понимаете. Вы не будете знать, у кого там вот эти яхты и дома, и прочее, прочее. Они у кого-то. Нет, 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 на этот случай, значит, что у нас происходит, как это реализуется. Значит, когда государство вступает в контракт по созданию этой системы, блокчейном, значит, создается некий государственный орган или некоторая государственная структура, или дается ей какое-то право. То есть, связь ID гражданина с ID пациента, с ID покупателя есть, но она зашифрована. И ключи к расшифровке имеет только у государства. Нет, ну где... Только у государства. Ну, дело ведь... А, любой гражданин не сможет определить, чей кошелек это... Да, но у этого товарища, который наверху, у него будет два ID, понимаете? У него будет одно ID, по которому он президент, а другое ID, по которому он докатается на... Кому известно? В системе невозможно завести ID, не привязав его гражданину. Ну вот почему? Ну кто-то же заводит его. Вот точно так же, эта же система сама не наблюдает физически человека. Нет, ну скажем так. А причем они договорятся, вы поймите, они договорятся на уровне между странами. Они встретятся просто там на ООН и скажут, слушайте, как бы, ну вот все. Мы этих лошков-то под биткоин подвели, теперь нам нужно как-то упадить и создать самому. Никто не против, никто не против. Нет, ребятка, естественно, против всякого есть всякое... Поэтому, естественно, будут варианты. Но, если говорить, скажем так, это не будет хуже, чем сейчас. Не будет хуже. А плюсов... А плюсов в уничтожении огромного количества надзирательных органов. То есть, допустим, вот на первом этапе, на первом этапе можно предложить государством ввести этот блокчейн без финансов. Что мы делаем? Мы переводим акты гражданского состояния на него. То есть, государству требуется только зарегистрировать всех граждан. Вот. И это рождение, свадьбы, женитьба, смерть, разводы. Вот. И есть еще одна область, где нету... можно обойтись без финансов. Это визовый режим. Визы. То есть, все страны, вступившие в консорцию, да, блокчейн, они договариваются, что все визы они заносят в блокчейн. То есть, у нас есть все граждане, и какая страна, кого выдала визу, на какой срок, она автоматом уничтожается. После этого большинству людей не нужно даже будет ходить в консульство. То есть, он просто подал заявку, а у них там в базе данных видно, что он уже три раза получал, заявление нужно подавать, ничего. Они говорят, что визу все на пять лет дали. В следующий раз ты подходишь на границы, там смартфон посмотрел, пограничный, да, есть визы. Ну, да, да. Если, казалось, и должен, там. Нет, смотрите, на самом деле, знаете, какая программа я вижу? Вот теперь из-за границы не выпустят. Как вычислить человека, на самом деле? Это можно проследить сделки с каким-то этим отдельным? Есть такое понятие, миксеры. Они сейчас существуют в биткоине и будут введены в эту систему, уже задуманы. Когда скрывается, ну, скажем, пример, есть ID человека, персоны, да, и связана с ним ID пациента, который скрывается. То есть, пациенты, они просто подойти неизвестно кто, им приписывается болезнь, история болезни, лекарства, приписывается котик врачу, да, вот. И для того, чтобы скрыть связь между ними, нельзя показывать, да, а заплатить за лекарство должен персона. Прописали пациенту, а заплатить персона. Так есть система миксеров, как она работает. Значит, когда персона приходит платить в аптеку, да, она подает свой ключ, что нужно оплатить. Но в этот момент, то есть происходит, специально запускается смарт-контракт, программа, которая соединяет десятки людей, которые в это время, ну, в данную минуту где-то, проводит оплату, смешивает их, и с разных счетов, то есть придет оплата на этот лекарство, рецепт лекарства в эту аптеку не от тебя, а от Сидорова, или даже половина от Сидорова, а половина от Петрова. То есть смеш, то есть миксер, и тот же миксер производится, когда тоже какие-то покупки крупные делают, и человек хочет когнитоостаться. Он оплачивает. Нет, но это-то первое будет полезно. Вот если будет реальный блокчейн, в котором будут все эти транзакции, да, в котором все будет, то там обязательно будут хранить и все вот эти, ну, миксер не будет храниться. Не будет. Миксер нет. Хранятся только транзакции. Вот с этого счета на этот счет, а с этого счета на счет. А саба акция, то есть собрали вот эти транзакции. Какая разница, откуда физически пришли эти, ну, физически в кавычках деньги. Важно, что ты покупал что-то, что этот ID покупал что-то. Покупал. И это будет храниться. Это будет храниться. Но что покупал, будет неизвестно. Нет, будет и это храниться. Нет. А как вы проверите, а как вы проверите у этой фирмы, вот вы хотите заключить с ней контракт, как вы говорите, и у нее уже должно быть на товарах то, что вы хотите купить. Как вы проверите, если не будет храниться, что она это купила? Должно храниться. Там хранится, ну, в общем, ребята, продумано это криптографически. Просто как бы криптовалюта, она для других целей, чтобы вас не отследили. Здесь не криптовалюта, здесь не криптовалюта. Если здесь будет такой блокчейн, он как раз наоборот. Вычислили просто по тому, как его делают покупки, где располагаются эти IT примерно. То есть контекстуально можно будет вычислить, где человек примерно территориально. Ну, скажем так, что... Вычислить страну уже сразу можно будет. Потому что у вас законная работа. Откуда, нет, из какого блокчейна пришел полиционал. Что большинство сделок, в принципе, ну, они зашифрованы, конечно. То есть даже непонятно, кто купил и что купил. Ну, вы, по-моему, правильно говорите. Только как сейчас по карточкам. Ну, можно вычислить. Поступают данные, а карточка где-то оплатят. Да, да. Человек смотрит, что ты можешь, скажем, проследить за человеком. И он сделал покупку в такую-то минуту, в такую-то минуту и в такую-то минуту. И пойти посмотреть по блокчейну, что совпадает. Десять покупок в такие-то минуты можно вычислить, да. Но можно от этого и защититься. Есть способы защиты. Не, ну, если, опять же, понимаете, если вы хотите строить все-таки не просто криптовалют, а всю систему, в которую можно будет контракты заключать, в котором, как бы, он должен иметь к себе привязанный товар, чтобы его продать. Да, да, да. Будет известно. И печать под контракты. Да, и это все известно. Поэтому это не в большинстве случаев, в чистом, в легальном виде, в большинстве это не проблема. Даже то, что будет понятно, что кто-то купил. Вот. Но в определенных случаях, в определенных случаях, когда нужно скрыть, в тех же пациентах, когда он покупает лекарства, есть описанный алгоритм, как можно скрыть, что именно этот человек связан с этим пациентом. То есть это возможно, то есть можно продумать, но, скажем так, даже если какие-то будут сбои, это на порядок все-таки, ну, скажем, менее опасно, но при тех плюсах, которые дается, и, ну, и те же налоги, понимаешь, опять же, мы не хотим платить налоги, потому что мы получаем мало от государства средств. Это несправедливо. Несправедливо. Но сама система изначально настроена на то, чтобы достичь справедливости. Исключить возможность, исключить возможность вывода денег из бюджета незаконными способами. Поэтому, может быть, если, допустим, всех в принудительном порядке будут заставлять платить такие налоги, может быть, люди выйдут на улицу и скажут, ребята, как бы, меняйте закон. Понимаешь? А пока от этого можно увиливать, и пока можно, как бы, решать, ну, я считаю, этот налог слишком большой, я буду стараться его не платить. Почему они не устроят себе зарплату? Ну, скажем так, ну, народ бунтует. Сейчас он не бунтует, потому что уходит от этого. Говоря об этой системе, то есть нужно все-таки учитывать, что это принципиально невозможно в современной России. Еще мы сейчас говорим о скандинавских странах. Вот как, ну, в первую очередь они будут введены там. А мы обсуждаем проблемы маргинальной страны. То есть мы можем сейчас обсудить, а как еще Северную Корею подсоединить, там, Зимбабве какую-нибудь. Вот это... А если какие-то страны ситатка, по каким-то соображениям. Вопрос-то да. Но они останутся в том же виде, в каком они будут, и как они будут заключать международные сделки. А как он визу выдавать, как вот, как бы... Вот он въехал, допустим, этот человек на территорию этой страны, как он будет там функционировать? Его же нет в базе данных. Он не может в магазине ничего купить. Значит, вполне возможно. Это тоже обсуждалось, что будет некая виртуальная страна, в которую могут все вступить гражданами, и от ее лица он будет тогда разъезжать. Если он может там и какие-то сделки делать в этой виртуальной стране. Наемная лица, получается, лучше работать. Да. А на виртуальной стране? Нет, виртуальная страна в любом случае, считай, вставая будет. И из виртуальной страны куча товаров идет. Давайте подведу итог, что... Но огромное количество, нерешенных проблем, огромное количество. Но в целом, в целом, если вот так вот подумать чисто технологически и технически, и даже организационно, это возможно. Возможно. И я думаю, что такие организации, как ЕС или особенно ООН, они были бы заинтересованы в патронировании такого проекта, потому что выгода будет огромная. Но прежде всего, какие здесь доходы? Большие. Кто тем, кто это из системы рулит. Да, доходы. Все транзакции финансовые, это те деньги, которые мы сейчас платим визе и мастер-карт. Виза и мастер-карт, они пропадают как таковые, потому что все транзакции идут через блокчейн. Все учреждения, большинство, налоговые инспекции, ЗАГСы всякие, нотариаты, юристы, во многом. Не те, которые занимаются судебным правом, а которые занимаются... Могут найти, то есть, скажем, юрист может пойти аналитикам писать смарт-законы и смарт-контракты. То есть, готовить. Здесь у него голова варит. Не, но вы говорите, в суды останутся. Суды, ну в суды кто-то пойдет. В общем, экономия здоровенная. Потом, за каждое исполнение смарт-контракта можно платить маленькую копейку. Но поскольку это будет просто в масштабах планеты, то есть, это доход довольно большой, который можно распределять и на развитие слаборазвитых стран, и на оплату дата-центров в этих странах, и на оплату дата-центров в даже развитых странах. То есть, скукожится финансово-экономической системой и зальется в некое дно какое-то. Но только то, что можно формализовать. Естественно, останется куча неформализованного. Но это не стоит задача формализовать. Документоборот полностью уничтожается. И что интересно, что сейчас мы еще можем говорить, что смарт-контракт или смарт-закон, это как бы модель закона и контракта внешнего. Но когда это реализуется, это не модель, это сам контракт. Сам закон является тот, который там. А бумажка это уже копия какая-то, которая никому не нужна, эта бумажка. И она бессмысленная полностью. Потому что сами смарт-законы будут создаваться в системе. Ну, ты сидишь за экраном, у тебя выведены все параметры объектов, которые тебе нужно урегулировать, все отношения и решают. Вот срок вступления в брак поднять, упустить, поднять, опустить. Ну, подняли. С этого момента, как только они ключи вставили, подписали, все следующие выполняющие смарт-законы во всей стране, моментально перестраиваются. Прикольно можно референдумы устраивать. Референдумы, да. Референдумы абсолютно. Ну, что-то нам не нравится. Поэтому инвестратору не понравится нашему. Нет, нашему, конечно, нет. Нет, но здесь нужно учитывать, что если разумно подходить к референдуму, нельзя выносить некоторые законы на референдум, которые требуют квалификации и знания. То есть, естественно, в Конституции всегда описано, что только вопросы вот такие могут быть на референдуме, а такие только выбранными органами. Тогда демократию можно полностью на цифровые рамки перевести. То есть, и нужно ходить куда-то на участок, и будет, да? Ну, в принципе, да. Оставлять свой голос. Да нет, естественно, все в своем голосовании, все через смартфон. Смартфон, чисто мгновенно. Ставили их контракты, решили, воюем, изгородили. Ну, да. Не надо там долгие проволочки и так далее. Значит, у нас есть финансовая система там, есть все реестры всевозможных объектов, которые регулируются, участвуют в смарт-законах, контрактах, система смарт-контрактов, вот, и система смарт-законов. И это, получается, замкнутая среда, замкнутая среда, которая мы внешне от нее. Вот. Но мы ей пользуемся, регулируем. Вот. Ну, по моим, конечно, меркам, экономика рухнет сразу же. Ну, не сразу же, но быстро. И что имеете в виду? Ну, по моим меркам надо будет влезть в холодильник. Что я имею в виду, что современная ее структура финансовая, то есть, очень, настолько быстро поменяется, что все заступорится. Вот сейчас основная кредита. Сейчас же многое живет на эмиссии денег. Да, да, да. А здесь вопросы как-то по-другому будут решаться. Ну, то есть, отношения... Не, ну, кредитование там тоже будет, возможно? Кредитование, ну, естественно, кредитование будет. Ну, во-первых, банк останется один. Бессмысленно иметь центральный банк государства. И там как раз как бы проблемы кредитования не будет, в том смысле, что ты... Где не нужно на счет получить какие-то деньги, да? Ты просто как бы... Кто-то, допустим, какая-то система в целом обязуется за тебя платить в каких-то пределах, если ты... Да, значит, есть... Легко организуется P2P... People to people... People to people... Кредитование. То есть, люди. То есть, у меня есть свободные деньги, есть система, я их вкладываю, кто-то забирает. И гарантия того, что вернет однозначно, потому что понятно, что... То есть, кредитование и государственное кредитование скажет, если страна видит, что что-то нужно подправить в потребительском рынке, может выдать единоразовый кредит на какую-то сумму всем гражданам. Вот. Они идут, покупают, и как-то экономика начинает... А они взяли и не убили. Надо верену пронести, что от нефтянки деньги напрямую к каждому гражданину, и все. Все налоги от нефтянки сразу делятся на количество граждан. О, а ты же потом в комментариях... А в комментариях под всем этим обсуждением... Понравилась мысль Булаха! Да, да, да. Надо выдать деньги! Латунную мысль сказал! Это же референдум какого-то олигарха, он плохой, короче, его посадить, референдум как... Избородить, вернуть, точно! Все своими ключами прямая дублократия. Да, да, прямая дублократия там. Вот. Ну?